Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Виды атак в футболе». Написана статья во вторник, 26 мая 2020 года. Итак, начинаю. Получил просьбу от своего подписчика «Foot3ballersTV» рассказать о видах атак в футболе. В начале я подумал о том, что тема высосана из пальца, но потом поразмыслив понял, насколько эта тема полезна для моих подписчиков. Первое и самое главное, что хочу здесь сказать, так это дать определение понятию атака. Что такое атака? Переход на половину поля соперника? Выбивание мяча с угла вратарской площадки в поле? Голевой пас и поражающий удар в рамку соперника? А может быть это банальное перемещение своих ворот к воротам соперника? Что такое атака? Кто-нибудь из вас, ребята, задумывались над этим? Да, удар от ворот можно назвать атакой, так как хоть очень редко, но все же такой удар может поразить ворота соперника. А переход на половину поля соперника? Разве такой переход не несет в себе потенциальные угрозы для обороняющихся? Про голевой пас и последующие удары говорить не приходится. Так как же определить это актуальнейшее для футбола понятие? Давайте обратимся к гуглу. Что нам по этому поводу скажут ученые от футбола? Атака – это стремительное нападение войск на противника. Это общепринятое понятие атаки, не имеющее прямое отношение к футболу. Прошу обратить внимание на слово «стремительное». Это слово нам еще пригодится. Теперь познакомлю вас с первым перлом, который мне попался на глаза в интернете. Теперь речь пойдет уже непосредственно о футболе. Гугл в лице анонимных спецов расшифровал атаку следующим образом. Атака – это командные действия, направленные на то, чтобы забить гол сопернику. Позиционные атаки имеют цель добраться до чужих ворот с помощью длинных и коротких перепасовок между игроками одной команды. Конец цитаты, конец этого определения. Моя реакция. Вы знаете, ребята, я даже не знаю, то ли это тупость, то ли это дурость, то ли это тотальный пофигизм к тому, что сказано, а тем более сформулировано. Сейчас вы в правомощности моих претензий убедитесь. Атака – это не просто командные действия. Атака – это как командные, так и индивидуальные действия, направленные и так далее, и так далее. Вспомните 1975 год, когда Блохин в одиночку перешел на половину поля соперника и забил гол в ворота Баварии тогда, когда ему противостояла оборона немцев из четырех человек. Атака в одиночку также правомочна. Спросите об этом у Марадоны и Месси, и они вам это подтвердят. Каким же тупым нужно быть, чтобы игнорировать сольные проходы футболистов, которые приводили к взятию ворот? Я просто возмущен. А теперь познакомлю вас с очередной тупостью этих горе-специалистов. Следующая микроцитата. Позиционные атаки имеют цель добраться до чужих ворот с помощью длинных и коротких перепасовок. А средних? То есть, если передачи будут средней длины, то это уже не позиционная атака. Но это не единственная глупость этой микроцитаты. Дело в том, что цель позиционной атаки – не добираться до ворот, а с помощью маневров и убаюкивающих перепасовок найти момент для обостряющего паса и последующего удара по воротам. Вы думаете, что на этом все глупости лицензированных умников от футбола закончились? Как бы не так. Цитирую. Добраться до чужих ворот с помощью длинных и коротких перепасовок между игроками одной команды. Уверен, что эту фразу писал откровенно тупой человек. Ребята, простите меня за то, что так высказываюсь о неизвестном мне футбольном специалисте. Но меня так возмущает безграмотность и дремучесть футбольных специалистов, что не сказать правду я просто не могу. Автор цитаты, еще раз повторю, тупой человек. Вдумайтесь в фразу. Между игроками одной команды. Кем же нужно быть, чтобы такое написать? А что, позиционная атака имеет цель добраться до чужих ворот, как изъясняется автор цитаты с помощью перепасовок между игроками разных команд? Согласен, это возможно, если игроками будут пациенты из сумасшедшего дома, а их тренерами врачи в белых халатах, а все поле будет окружено шкафами-санитарами все в тех же белых халатах с закатанными рукавами. Хочется применить более крепкое и более правдивое слово по отношению к автору цитаты, нежели тупой человек. Но воздержусь. Это определение понятия атака мне выдали поисковые роботы гугла. А если так, то поверьте, определение взято из опусов футбольных ученых с известными фамилиями. Теперь вы понимаете, кто руководит футболом в наших странах? Эти деляги, бездари и приспособленцы привнесли в так называемую футбольную науку такие термины, как тесты Купера, которые никакого отношения к футболу не имеют. Микроциклы, даже не понимая, что они нужны футболу как мертвому при парке. Это они игнорируют ключевое фундаментальное понятие в футболе мышечная память, заменив его на динамический стереотип, понятие, которое взрывает, практически уничтожает здравый взгляд на футбол. Это они выводят на большое поле 12-летних мальчишек, заставляя их играть на пространстве, предназначенном для физически подготовленных взрослых мужчин. И всю эту лабуду они вбивают в сознание тех, кто вынужден слушать эти маразмы, так как без их знания заветные корочки, заветные лицензии они не получат. От безысходности хочется выть. Вам продолжить список подвигов, в кавычках, этих спецов от футбола? Думаю, что не стоит. Что-то я разошелся. Сейчас приду в себя и продолжу. Итак, с официальным определением понятия атака вы познакомились. А теперь давайте вместе с вами подумаем. Подумаем без лицензированных умников, без авторитетных имен, которые всей своей не всегда могучей грудью закрывают путь к логике. Сейчас хочу обратиться к молодым тренерам. Ребята, дорогие мои молодые тренеры, в вашем сознании всегда должны быть весы. Да-да, весы, которые имеют две чаши. На одну чашу вы всегда кладите высказывания великих и не очень тренеров, кандидатов наук по футболу, известных футбольных аналитиков, футболистов-звезд и других людей, имеющих отношение к футболу с громкими именами. А на другую чашу кладите рассуждения, основанные на логике, только на логике и ни на чем, кроме логики. Если всегда так будете делать, то у вас большое будущее. А если будете бездумно заглядывать в рот именитым персонам от футбола, то ваше футбольное будущее очень и очень туманно, скажу дипломатично. Ребята, подумайте над моими словами. У меня надежда только на вас, ведь надеяться больше не на кого. Остальные гвоздями прибили к своим головам короны, а в глазах можно увидеть изображение Франклина на зеленом фоне. Снова завелся. Ребята, извините меня, но мне болит, душа болит за футбол, за его будущее. Ладно, проехали. Так что же такое атака? Давайте рассуждать логично. Если вы выходите из обороны через пас и, приближаясь к воротам соперника, еще находитесь на своей половине поля, то представляете угрозу для ворот соперника? Разумеется, нет. Такие действия нельзя назвать атакой. Первый вывод. Любые действия, любые перемещения, даже в сторону ворот соперника, но которые не несут угрозы для этого соперника, не являются атакой. А что же является атакой? Совсем недавно я упоминал о таком понятии, как дихотомия. Помните? Для тех, кто не помнит или не читал или не слышал, напомню. Дихотомия – это взаимоисключающие вещи, существующие в одном месте и в одно время. Пример. Для кого-то закат солнца является восходом солнца. Скажем, для японцев закат, а для французов рассвет. Думаю, понятно. Скажите, обостряющий пас, после которого происходит одна-две передачи максимум и удар поворота, можно назвать атакой? Да, скажете все вы, и будете правы. А пас назад, ближе к своим воротам, можно назвать атакой? Оказывается, что не только можно, но и нужно. В этом и состоит футбольная дихотомия. Весь мир состоит из дихотомии. Это не единственная футбольная дихотомия. Но футбольной философией мы здесь заниматься не будем. Вы уже, ребята, чувствуете, насколько сложно, дискуссионно и неоднозначно понятие атака. Чувствуете? Кто-то из вас может сказать, «Слушай, ты, старый пень, что ты нам тут голову пудришь с разными понятиями? Тебя ясно попросили рассказать о видах атак, а ты нас грузишь всякой фигнёй. Ребята, извините меня, но грузить я вас буду, и скажу почему. До тех пор, пока вы не поймёте смысла понятия атака, вы так и будете ходить в потёмках толкования этого понятия, высказанной жрецами современной футбольной науки, что неизбежно будет сказываться на вашей игре. Знаете фразу «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает»? Слышали? Я её хочу перефразировать с позиции футболиста. Кто ясно мыслит, тот эффективно играет. Когда вы поймёте, что такое атака, поверьте, у многих из вас откроются глаза, и игра станет увереннее и эффективнее. Оказалось, что тема настолько глубока, актуальна и непроста, что придётся сейчас заканчивать. В продолжении этой статьи и ролика вы наконец узнаете, что такое атака в футболе, разумеется, в понимании вашего покорного слуги, который на истину в последней инстанции не претендует. А насколько я объективен в своих рассуждениях или нет, решать вам. Продолжение будет через день. Извините, ребята, но в отличие от футбольных чиновников и специалистов, я отписываться в простой фразе, которая только запудрит вам мозги, не собираюсь. Ожидайте продолжения. У меня всё, пока. Если ролик вам понравился, ставьте лайки. Буду признателен, если поддержите канал финансово. Номер карточки есть под каждым видео. Подписывайтесь на канал. Впереди ещё много интересного, неожиданного и эксклюзивного. Субтитры сделал DimaTorzok